В 1993 году Независимая Республика Казахстан приняла свою Конституцию. В Конституции закреплялась парламентская форма правления, а Конституционный суд признавался высшим органом судебной власти по защите Конституции. Этот главный закон страны просуществовал всего два года, затем Назарбаев резко принял курс на переход к полному единоличному управлению Казахстаном. Для этих целей старая Конституция не подходила, ее проще было отменить, чем изменить. Поэтому Назарбаев распустил Верховный Совет и с помощью инсценированного референдума в 1995 году принял новую Конституцию. В новом законе уже не было ни слова о Конституционном суде, который должен был защищать Конституцию. Суд был заменен на Конституционный Совет, который может только иногда советовать. Но что и кому советовать, не ясно. Со временем Назарбаеву захотелось еще большей власти и неприкосновенности. Для этих целей начали вносить в Конституцию всевозможные поправки. Вот статья 14 говорила о том, что все равны перед законом. Но в Конституцию были внесены изменения, из которых следует, что на первого президента эта статья не распространяется. Теперь у нас Назарбаев не подсуден. То есть за воровство Елбасы нельзя судить даже после того, как он снимет с себя президентские обязанности. И наворованное имущество у него тоже нельзя конфисковать, потому что имущество президента тоже неприкосновенно. Такую же неподсудность и неприкосновенность Назарбаев подарил членам своей семьи. Такое у нас равенство. Раньше пункт 2 статьи 43 гласил, что на период осуществления своих полномочий президент республики приостанавливает свою деятельность в политической партии. Этот пункт исключили из Конституции, потому что Назарбаев возглавляет партию Нур-Атан и не собирается отказываться от своих полномочий. Еще несколько статей Конституции были изменены для того, чтобы Назарбаев мог оставаться у власти пожизненно. А именно был убран возрастной ценз, ограничивающий возраст кандидата в президенты 60, а в исключительных случаях 65 годами. Статья, говорящая о том, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд, теперь не распространяется на первого президента Казахстана. Снова это пресловутые исключения из правил для елбасы. Статью 41 дополнили пунктом 3.1, в котором прописали право президента проводить внеочередные президентские выборы по одному его решению. Теперь, если у Назарбаева появится конкурент, Нур-Султан Абишевич срочно объявит внеочередные выборы. Новый кандидат не успеет подготовиться как следует к выборам, а упрекнуть в этом будет некого. Вот Конституция, вот в ней прописаны внеочередные выборы. Никаких претензий. И главное, работает схема. В 1999 и 2011 годах Назарбаев уже пользовался этой уловкой. Чтобы не допустить недовольства граждан варварским обращением с Конституцией, был принят еще один закон. Да, по Конституции граждане Казахстана имеют право проводить митинги, демонстрации и пикетирования. Но это право ограничено законом, который устанавливает разрешительный характер таких собраний. То есть местные органы власти вправе их запретить. Они этим пользуются и запрещают все мирные демонстрации, митинги и другие формы протеста со стороны граждан Казахстана. Смотрите, что делают милиционеры! В Конституционный суд граждане тоже не могут подать иск на незаконные поправки к Конституции и новые законы. Ведь нет теперь в Казахстане Конституционного суда. Конечно, в Конституции еще остались статьи, защищающие права простых казахстанцев, но они грубо нарушаются. Невзирая на букву закона, в Казахстане арестовывают без судебного решения, незаконно осуждают и пытают в тюрьмах. А любое проявление свободы слова душится при первых же звуках. В данный момент назрела необходимость пересмотреть Конституцию Казахстана, ограничить власть диктатора и вернуть доброе имя главному закону страны. Продолжение следует...